В режиме онлайн продолжают свою работу люберецкие народные избранники. В администрации прошло заседание Совета депутатов. На повестке дня были три вопроса. На дистанционной встрече депутаты обсудили дополнительные меры поддержки бизнес-сообщества в сложившихся условиях. А именно, уплату налогов в 2020 году юрлицами и предпринимателями городского округа. На заседании Совета депутатов представлены два проекта решения. А предоставление льгот по уплате земельного налога и уплате отсрочек. Предполагает освобождение от уплаты земельного налога юридические лица, которые предоставили льготы по уплате арендных платежей арендаторам на сумму более 50%. А также отсрочки по уплате земельного налога в случае предоставления льгот по уплате арендаторами менее 50%. Предложено освободить от уплаты земельного налога государственные и бюджетные учреждения, работающие с новейшей инфекцией. Решение народные избранники поддержали единогласно. Еще один вопрос на повестке – исполнение бюджета округа за 2019 год. По расходам бюджет исполнен в сумме 10,6 миллиардов рублей, что составляет 97,5% к убежденному плану по расходам. По итогам исполнения бюджета сложился профицит в сумме 140,3 миллиона рублей. Все основные программы, которые финансируются из бюджета нашего округа, исполнены либо на 100%, либо более 95%. Но об этом и говорит тот факт, что бюджет сложился с профицитом. Также на Совете депутатов внесли изменения в порядок арендной платы за пользование земельными участками, которые находятся в собственности Люберецкого округа. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ.